Мяу! 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 Идем! Идем скорее! Мяу! Попала! Мяу! 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 Продолжение следует... 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 Установил. Большое. Тут были поменьше, чтобы мотоблок наш быстро ездил, бегал. Машину буду обгонять. Да. Лимузин наш. С каждым годом все лучше и лучше. Сашуля тут что-то выдумывает, придумывает. Улучшает как может. Да нет, уже придумано. Придумано уже? Ой, подходят прямо эти шпильки, да? Ой, ветер какой вообще. Давай сейчас доделай уже. Домой заходи, ну правда. Чаек попьем с лимончиком, согреемся. Я вообще сейчас хочу дома тоже прибраться с детьми. Смотрят они телевизор, в тепле сидят, а мама с папой под дождем ходят. И надо вообще уже убрать качели. Вообще прям такой, Сашуля, этот. Трактор. Сейчас вообще будешь бежать за ним, не успевать. Вот это да. Надо еще Сашульмой лимузин отреставрировать. Вот это колесики, блин. Видно или нет, как у меня камера просто ходит ходуном. Я так замерзла. Но думаю, надо ведь выйти вам показать. колеса огромные. Были вообще маленькие-маленькие. Но кто с нами давно, тот знает. Мы на этом Герендвагене. Ого! Вот это да! Тележку так мы и не покрасили. Все собирались, собирались. Ну, не получилось. Ничего страшного. Ну, вообще, да, Сашуль? Быстро как. Так, теперь одна минута и ты уже на даче. Не полчаса, а минутка. Все, я замерзла. Всем хорошего дня, отличного настроения. Никуда не уходите, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Ты тоже давай уже, Сашуль, домой заходи. Ну, куда под дождем? Холодно так. Ветер. Смотрю, наша клубника такая вся стоит. Вроде как бодрая. Ну, тут, видите, мы так и не успели пересадить. Испортилась погода. Дождь. Еще раз дождь. Ну, надеюсь, что прогноз погоды нас не обманывает и вообще обещают еще потепление. Так что будем надеяться на лучшее. Стоит, стоит. Любуется. Меня вообще, наверное, не слышно. Я так думаю, что ветер все просто перебивает. Всем привет-привет. Мы зашли домой, попили чаек с лимончиком горячим. Согрелись и прям сразу так стало хорошо. Ну, вообще, в принципе, в такую погоду дома тепло, уютно, хорошо и вообще просто ничего не хочется делать и никуда не выходить в такую погоду. Ну, и села я в своем любимом коконе немного с вами поговорить. Я думаю, что кто-нибудь дососкучился хотя бы чуточку по моей видеоболталочке и даже Сашуля заметил, что их давно не было. Говорит, Янусь, что с тобой случилось, где твои видеоболталочки? Ну, то не хватало времени, то просто не было, может быть, желания или вообще просто, чтобы многие отдохнули от них, так как я переживаю за нервную систему абсолютно всех, каждого подписчика. Так что, я думаю, отдохнули и можно их возвращать. И хочу сказать большое вам спасибо за теплые, добрые слова, кто переживал за Анюту. Ей вчера стало плохо в школе и мне почему-то кажется, что это скорее всего все на погоду, да и вообще в принципе сейчас очень многие болеют и голова и тошнит. И вот Сашуля тоже вчера приехал с работы, говорит, голова так сильно разболелась и возможно просто, да, такое это, как сказать-то вам, ну, в общем, быстро все прошло. Мы поспали, отдохнули, потом попили компот, поели кашу и она уже была бодра и весела и просилась на танцы, но я ее не пустила, решила, чтобы она отсиделась дома, отдохнула, немного подкрепилась и уже с понедельника все, если все будет хорошо, все будет в обычном режиме. И многие писали, что нужно, да, Анюте избавить нагрузку, она устает, ей тяжело. Я ее, во-первых, не заставляю, вот если у нее не будет желания чем-то заниматься, ходить на танцы, на какие-то кружки, в хор, она сама это бросит, и я заставлять не буду. Я считаю, чтобы ребенок ходил сам с настроением, с желанием, а не то, чтобы, да, там заставляли его родители. Также и Максимка, он ходит на шахматы, ему просто, он спит, наверное, и видит эти шахматы, и это нисколько мы на него не влияем. но я думаю, я думаю, что вы меня прекрасно понимаете, у кого есть дети, внуки, и если они у вас чем-то увлечены, им нравится чем-то заниматься, тут просто никакая мама, никакая папа у них не отобьет желания. Есть дети просто, которым нравится сидеть дома, все мы разные, что дети, что взрослые, и это абсолютно нормально. Так, ну и хочу вам сказать, чтобы вы тоже все берегли себя, были здоровы, внимательны к себе, сейчас осень, и надо есть побольше витаминов. Вот, так что, Анютик, все, сегодня бодрая, весела, сейчас мне будет помогать немного в уборке, пылесосить, я помою пол, и Сашуля меня вообще уговаривает, получил зарплату съездить в Мичулинск и закупиться. У нас просто в холодильнике, да и вообще везде повесилась мышь, ничего нет, пусто, и мы в последнее время ездим в Мичулинск, магазин Победа, закупаемся, там цены гораздо ниже, очень большой широкий ассортимент, и продукты хорошие, и цены вот ниже, чем в других супермаркетах, да, если тут нас, наверное, обманывают акции, скидки, ну, мы, конечно, ходим покупаем, но если у нас закупка грандиозная, то вот стараемся ездить в Мичулинск, тем более, сейчас у нас есть своя машина и можем позволить, и вот с Дмитриевки у нас тоже очень многие вот ездят, да, в Победа, и вот мне многие друзья рассказали, Яну, почему вы, говорит, не ездите, сели вечером, закупились, ну, копейка, копейки, да, и получается хороший рубль, полностью согласны, и вот многие пишите, откуда у вас деньги, да, надо просто экономить и знать магазины, где покупать, так что ладно, все, немного поговорили, прям совсем короткое видео болтаночка, ну и сейчас идем наводить порядок, у меня как раз к этому времени просохнут волосы, приведем себя в порядок, и приведу себя в порядок, заплету Анюту, она сегодня целый день с распущенными волосами, у нее отдыхает голова от шпилек, от резинок, вот, и заплету, и будем выезжать, ну и если получится, немного вам поснимаю, уже вроде бы 4 года веду канал, а все равно вот стараюсь, да, я не снимать в таких вот местах, где много людей, а там всегда много людей, как-то я стесняюсь, скромничаю, в общем, если получится, то обязательно вам что-нибудь, да, покажу. Что еще? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас уже вечер, время доходит 7 часов, и я только включилась, закончила с вами разговаривать, и что вы думаете, к нам приехали знакомые, посидели так хорошо, чай попили, поговорили, погода плохая, дождь, что дома сидеть, поехали к нелепиным, всем хочется в баньки попариться, но у нас там соленье варенье, сами думали затопить, ну лень, лень, да, Сашуль? Банки, склянки убирать, тем более, ремонт в погребе предстоит, и смысла нет таскать туда-сюда их обратно, и вот они уехали, я быстренько пропылесосила, не знаю, буду ли я мыть пол, посуду еще помыть надо, и вот Сашуля решил повесить телевизор, а то этот кронштейн уже лежит, я не знаю, сколько времени, ну год так точно, а, да папа это стучит, телевизор убрали, и сразу, да, столько места появилось, пустота какая-то на этой стене, ну сейчас повесим, зато тумба освободится, можно будет что-нибудь поставить аккуратненько, нашел, ну бери, маленькое сверлышко, и дырки делать, ну а как по-другому искать, так и в зале искали, везде ведь гипсокартон, и попробую найти, где не пустота, здесь в креплении вот такие болты идут, длинные, к этим штукам, если его полностью закрутить, он с другой стороны вылезет, ага, не такой уж он и длинный, он меньше, так где, а ну покажи, длиннее, ой, ты нашел гайки, будем подложивать гайки, хорошо придумал, кстати, я еще заказала смарт-приставку, у нас этот телевизор идет без интернета, этот телевизор, просто такой раритет, память, это когда мы только со Шулей начали жить, он получил свои самые первые отпускные, и мы, да, у меня 3D еще есть, 3D, да, раньше мода была 3D, очки, мы помню, посмотрели, наверное, несколько мультиков, Анюта еще вообще была маленькой, не понимала, я даже не помню, смотрела она, не смотрела в этих очках, нет, смотрели, ну, уже их, конечно, в живых нет этих очков, но я думаю, что можно купить, если хочется, ну, они вообще ни к чему, и, в общем, мы тогда получили первые отпускные, поехали, выбирали очень долго телевизор, какой купить хотелось, и побольше, и чтоб хороший был, ну, и вот остановились на этом, Самсунги, а потом, когда уезжали мы сюда уже в Россию, все продавали, все абсолютно мебель, ну, все, что у нас было, все, потому что, да, переезжать, и если перевозить контейнером, бокс нанимать, это было очень дорого, и многие вот писали в комментариях, что, Ян, это недорого, может быть, вы переезжали давным-давно, ну, не знаю, смотря еще, может быть, где вы жили, мы, как бы, да, в Сариколь, и это все перевозить, нанимать фуру, чтобы это довезти, потом в контейнер грузить, в общем, это столько волокиты, и мы посчитали, что это того не стоит, да, было все жалко, у нас новая мебель, ну, что жалеть, пусть люди, которые купили, радуются, да, у нас мебель была вся хорошая, в отличном, в идеальном, я бы сказала, состоянии, продали мы тоже по хорошей цене, я считаю, единственное, что у нас осталось, так это телевизор, и желающих было много, но мы не уступали, да, потому что, да, телевизор большой, хороший, единственное, что нет, вот с марта, и из-за этого уже все, да, просят продать за копейки, и мы решили, что мы лучше купим приставку, и как у нас появится возможность поехать в Казахстан, заберем его с собой, и будет это такая память о Казахстане, так скажем, все-таки это, я говорю, первая наша такая большая, я бы сказала, глобальная покупка, вот мы влезли в рассрочку, что-то отдали деньгами, а потом мы купили ноутбук, тоже помню, в рассрочку, и он тоже приехал с нами, да, Сашуль, помнишь, как мы радовались, когда телевизор купили, и вот сейчас уже все, на улице похолодало, зима, больше времени будет зимой, и хочется полежать, просто посмотреть спокойно телевизор, дверь закрыть, дети пусть смотрят свое, а мы взрослые свое, да и вообще у нас с Сашулей тоже вкусы расходятся, и вечно ругаемся, что посмотреть, а так я приду, лягу на кровать, и буду глядеть свои турецкие сериалы, но сейчас повесим, сразу другой будет вид, ну и Сашуль, надо его поднять как-то, прикинуть вообще, как будет смотреться, я вот лягу, а, вот поэтому точно не поймешь, нет, конечно, и что там понятного, телевизор поднимаю, он не сильно тяжелый, помните, как мы его везли в том году, деда Коля нам обвязал его веревками, тут фанера была, мы еще Сашуле ругались, он, вот сама будешь его тащить, я говорю, ну и потащу, телевизор я заберу, но потом все равно, нес его, закинули на верхнюю полку в поезде, и привезли, столько воспоминаний с этим телевизором, пусть работает и работает, у нас дождь, кстати, все идет, и идет вообще не прекращается, ну, получается, ой, Сашуль, прям страшно, ты так его взял, ну, что уже висит-то, понятное тело, ну, как-то, все хлюпенько, еще я купила по дешевке, этот, креймштейн, ну, Сашуль, так непонятно, ну, ладно, пойдет, подожди, сейчас я лягу, представлю, что я смотрю, мне кажется, слишком высоко, но он еще немножко, да, будет же у нас под углом, высоко как-то, мне кажется, да, может, чуточку пониже, а ну, сейчас вот так вот лягу, а, возьми отметь, чтобы углы, а ну, давай еще чуть-чуть пониже, а лево, право, ты так не пойму, уровень надо, а ну, подожди, еще подержи, тебе не сильно тяжело, 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 вот так вот, подожди, вот так нормально, мне кажется, будет, ну, что, в голову, сейчас давай, время доходит 8 часов, мы уже поужинали, повесили телевизор, сейчас покажу, что у нас там получилось, Сашуля съездил, забрал заказик, сидели, ужинали, друг на друга смотрели, все, ну, как так, непорядок, зарплата есть, а вкусняшек нет, кто смотрит нас давно, тот знает, что у нас это семейная традиция, если мы получили зарплату аванс, надо обязательно, что-то купить для всей семьи, либо каждому, кто что любит, пусть это будет недорогое, но что-то вкусное, и я уж думала, что мы совсем не успеем, звоню, спрашиваю, можем ли мы оформить заказ, заказать пиццу и роллы, да, я такая счастливая, в общем, все оформили, и вот буквально 5 минут назад, был звонок, приезжайте, забирайте, работают они до 8, мы прям тютелька в тютельку, успели сегодня, наш день, и очень было приятно получить, с такой вот надписью, успехов в любом деле, так что, мои дорогие, всем успехов, удачи, в ваших начинаниях, и открываю, вот первый раз с вами, я вообще даже на вид, не представляю, какая пицца, мы заказываем, здесь первый раз, ту-ду-ду-ду, ох, ох, какая красавица, сейчас надо, включить нормальный свет, ну, какая она, красивая, и очень аппетитно выглядит, называется пицца местная, тут и бекон, и разные колбаски, и ветчина, это для нас, сашулей, просто дети у нас, такую особо не едят, они всегда выбирают, именно с картошкой, фри, сейчас я их позову, они там разбесились, играют, и даже не чувствуют этот аромат, а здесь уже другая надпись, для хорошего настроения, это уже деревенская, о, доча, Максим, сына, скорей, бегите, тут что-то вас ждет, ну смотрите, это вам, смотри, какая, деревенская, а там, бач, открывай, вау, да, у Анютика сегодня волосы и голова отдыхает, не заплетала я ее, а то вечно шпильки, резинки, а это да, ой, какие тоже красивые, сейчас будем садиться пробовать, Филадельфия, и запеченный самурай, в общем, сейчас попробуем, никак мы их не распробуем, сколько берем, всем почему-то нравится, а мы сколько, какое уже раз, берем, и нам невкусно, либо мы холодные, пробовали уже, да, не остывали, не распробовали, или еще, я говорю, давай, Сашуль, закажем последний раз, если опять сейчас никому не понравится, все, даже больше не будем заказывать, и Максимка там уже уселся, ждет, я чайник, да, я слышала, кричали там на весь зал, ладно, приятненького всем аппетита, всем таких вот желаю вкусняшек, вот чтобы вы не захотели, чтобы все у вас было, по щучьему велению, вот так вот пальчиком чик, и у вас на столе, захотели машину, машина во дворе новая, захотели роллы, они у вас на столе, чтобы все хотелки, чтобы все хотелки у всех были, кто что хочет, о, дети какие счастливые, как мало для счастья надо, всего лишь пиццу заказать, да? Пойдем, смотри, надо папу звать, не, смотри, смотри, мы тут сели, сейчас будем проводить мастер-класс, у кого получится взять палочками, ну, дочь, Максимка, прям так здорово взял картошечку, а ну, сыночка, попробуй, сейчас, зажмись ты, зажмись, не хочет? я тут еще наделал, не получается? у меня идея, давай, берем забор, это надо пальчиками, ну, как-то так, ладно, у тебя все уже, шанс сгорел, Анюта теперь пробует, дочь, прям так ловко, она училась, это нечестно, где она училась, ого, а ну, папка, давай ты, дочь, а ну, папе, дай палочки, сейчас посмотрим, да, лучше всего, вот они, чик-чик, и все, ну, пробуем, давайте, интересно будет, потом будете смотреть, как вам понравилось, нет выражения лица, дети не пробовали, ни разу, дочь, а самки, а саки, а ну, дочь, давай, что там у тебя, застряло, что-то, ну, дочь, в общем, все, мы выключаемся, будем, будем брать все, руками, приятного аппетита, нам и всем тем, кто ест вместе с нами, а я делаю, мат, мат, шаг и мат, а не мат, я могу тебе дать подсказку, я тебе, взяла, шаг походила, а зачем я сказал, вкусно поели, а я просто не скажу, пришли в зал, сидят мои шахматисты, а Нютик тоже решила, сыграть с папой, все, последний раз мы заказали роллы, никому не понравились, в очередной раз, все, если не идет, не понравилось, значит, нет смысла, больше заказывать, я съела по три штуки, Сашуля вообще одну, говорит, если был бы сильно голодный, может съел, а так лучше любую колбасу, купить, чем эти роллы, ну а дети пиццы поели, с удовольствием, вкусные очень, нет, они нормальные, но по обозавку с ними кажется, ну я и говорю, это на любителя, нам что-то вот никак, нет, Ладно, давайте, играйте, сейчас доча и все, будем смотреть звезды в Африке, последнее время прям так полюбили, и вот перед сном смотрим звезды в Африке, я вообще Сашуле предлагаю посмотреть битву экстрасенсов, смотрели, наверное, последний раз еще, когда жили в Казахстане, вроде бы и понимая, что там вранье, все наиграно, ну, все равно, блин, интересно, хочется посмотреть, и ладно, сейчас покажу вам, как мы тут повесили телевизор, кстати, я еще колонку переставила на другую сторону, и да, может не очень красиво получилось, но самое главное, что надежно, видите, не получилось нам телевизор повесить по центру, везде кругом пустота, но все равно хорошо, мне кажется, да, стало и колонку, видите, я в тот угол, перенесла, перенесла, о, лег, и прям так хорошо, удобно смотреть, красота, красота, как вам, пишите, нормально, мне кажется, да, получилось, не сильно высоко, его даже так лечь, в общем, с любого угла, смотрится хорошо, я так рада, что Сашуля, наконец-то, наконец-то повесил, я не знаю, он уже, а нет, это еще можно, видите, под углом, его чуть-чуть, так, нет, не буду ее трогать, это сейчас вырву, вот, все надежно, теперь на стене, видно или нет, дырочки в обоях, он везде вот смотрел, ну, пустота, поэтому решили оставить так, там, ноутбук, я теперь работу делаю там, и кто переживал за нашу муравьиную ферму, покажу вам, как они уже у нас разрослись, Максимка их тут и поит, и кормит, и разные, видите, им тут штуки все делает, вообще уже надо эту арену чистить, все помыть, отмыть, о, кто помнит, когда мы ее купили, было совсем мало муравьев, а сейчас они прям разрослись, так хорошо, их семья стала больше, сегодня для них вообще стресс, тут шумели все, гремели, я их поставила сюда, на пупу, вообще нужно их отсюда убрать, тут на ночь телефоны, зарядка, вот, пусть тут стоит, вот, нормальненько, никто их там не тревожит, все, проиграли? Нет, они еще не доиграли, еще не доиграли? И не выиграли, и не проиграли, и ничего не делали, ну все, мои дорогие, мы тут уже включили, звезды в Африке, сейчас они доиграют, пап, я сдаю, и будем смотреть, Анюта сдается, дочь, надо до последнего, до конца, никогда не сдаваться, папа, можно я с тобой, Ой, сейчас это будет, пожалуйста, раз пять, а все начиналось, один разик, не, не, а я потом, не пять, десять, ну я и говорю, один, потом десять, в итоге разиков, ладно, все, говорите всем пока-пока, а потом, ты еще, после тебя дочь, все, всем пока-пока, у нас тут семейные, разборки, завтра увидимся, пять с тобой, потом с дочей, а потом пять с тобой.